Итак, дорогие друзья, мы продолжаем писать довольно сложный сайт с нуля. Теперь смотрите. Сейчас я войду. Сейчас нам с вами предстоит написать формы. И формы довольно сложные. То есть нам надо комментарий на статью написать, а потом, обратите внимание, и ответы. То есть вложенные комментарии. И все это надо написать в одном представлении. Теперь смотрите, что мы с вами уже сделали. Давайте переосмыслим. Итак, мы с вами написали представление блог и создали саму запись. То есть форму мы уже написали. В данном случае, в первом случае в блоге мы писали форму как... Мы писали форму, я не там посмотрел. Как класс. Во втором случае, во втором случае, мы еще создали представление дискуссии. И расписали форму как обычную функцию. Уже у нас появился файл, форумс, да, и написали функцию. Все бы хорошо. Но, в любом случае, для того, чтобы разбираться в формах, этого мало. Да, вы сможете это повторить. Но ведь цель наша какая? Научиться работать с документацией. В первую очередь, писать, используя документацию. Поэтому, ребят, можно было бы, конечно, сделать, как делают в большинстве книг. Вы будете делать вид, что вы все понимаете. Хотя понимаете только отрезок, который, в принципе, и понимаете. А я буду делать вид, что вот дал там класс и функцию по формам, в принципе, достаточно. Дальше пусть сами. Давайте все-таки мы не поленимся и более подробно изучим формы. Теперь, смотрите, мы с вами изучили гид. Перед этим, да, в АЭС-студии разобрались, в принципе, для того, чтобы начать. Почему? Сначала давайте, прежде чем приступить к формам, наведем порядок. Ну, во-первых, мы, возможно, вы себе оставите, но мы не собираемся писать и блог, и дискуссии сейчас, да. Это вы уже захотите, будете сами писать. Почему? С другой стороны, почему мы могли создать новое приложение сейчас, и как мы делали вначале, да, пока не знали гид, и тренировать формы. Это будет, в принципе, не очень, наверное, верно. Давайте, мы зачем гид изучали? Чтобы нам легче было работать. Поэтому сейчас мы с вами создадим сначала, прежде чем приступить к формам, к изучению, да, создадим ветку, и в ней будем тренировать все, да, что касается блога. При этом наш проект будет чистым код, а вся тренировка будет в отдельной ветке. Это будет тот же проект. Давайте сразу это сделаем. А в следующем видео уже поговорим о том, как начать работать с формами. Итак, сначала поставим для себя задачи. Создать ветку, переместить туда приложение дискуссии, чтобы его здесь и духу не было. И там же мы создадим приложение App Forum, где будем подробно изучать формы. Ну, это уже в следующее видео сделаем. Давайте приводить в порядок. Так как уроки пройдены, и вы выполняли домашнее задание, то гид мы рассмотрели достаточно для того, чтобы стартовать и развиваться. Поэтому создайте, как я вас учил, ветку. Мы не ветку, а комит. И здесь я написал перед созданием ветки блок. Конечно, мы рассматривали, что вот здесь в левом уголке вы можете просто вписать и создать ветку, но я вас учил, что первое время давайте работать в командной строке, чтобы мы хорошо запомнили команду. Итак, создание ветки, новой ветки мы с вами изучали, git branch команда. Но также мы знаем, что git checkout тоже создает ветки, то есть и сразу переключается. Это нас устроит. Почему создаем новую ветку? Смотрите, какой принцип. Мы создадим ветку, которую назовем блок. Пока мы будем писать наш блок, все, что нам надо тренировать, мы будем тренировать в этой ветке. Это нам даст возможность оставаться в основном в проекте коду чистому, а там мы хоть, как говорится, трава не расти. Итак, создаем. Мы знаем, что флажок B создает и переключает на ветку. Поэтому ветка блок. И обратите внимание, переключено на новую ветку блок. В студии долго думала, но додумалась. Да, теперь у нас ветка. Давайте мы сделаем первый комет, для того, чтобы если мы там натворим, в принципе, вам надо будет тренироваться, но по крайней мере у нас будет момент, куда можно отогнать. Поэтому добавляем все файлы. Git comet. Пишем комментарий. Пишем комментарий. Вот так нам будет понятно. Нажимаем Enter. Нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге. Да, кое-что мы упустили. Чтобы у нас появились изменения, что мы сделаем? Это надо сделать и там, и здесь. Поэтому Давайте мы щелкнем по любой, кроме папки, по любому файлу. Здесь напишем создать новый файл и создадим нотэс, да, создадим файл, в принципе, с расширением пай. Я надеюсь, а я не там создал, в дискуссиях, а в дискуссиях он не нужен. Если у вас подключены цветные комментарии, то, в принципе, нам это и нужно. Это приложение, напоминаю, Better Comment. Иными словами, оно выделяет код разными цветами, что нам удобно. И код будет вставлять, если мы, допустим, себе здесь пишем, слово ТОДА, то оно начинает выделяться вот таким цветом. Итак, я сейчас допишу, что мы собираемся сделать, потом мы закоммитим. Это мы будем два раза смотреть, что-то будем дополнять, пока набросали следующее. ТОДА, работа с формами. Создать приложение в форум, увидеть, из чего состоят формы. Кстати, сразу возьмем ссылку на доки. Как я вас учил. В принципе, у нас комментарии и так есть. Из чего состоят формы? Понять поля форум, понять виджеты форум, разобраться с API формами. Здесь мы работаем и в Jupyter и в реальной форме вносим изменения, чтобы понять сам смысл. Разобраться с методами форм тоже в двух вариантах, проработать в Jupyter и в реальной форме ввести. Глубже освоить форму моделей. Это, конечно, не все, но этого достаточно, чтобы вы начали пользоваться документацией и писать код, то есть шире будет понимание. Ну что ж, теперь у нас появилась возможность что коммитить, да? Поэтому мы просто-напросто добавляем по-новому git add и уже указываем наш файл и здесь вот это копируем нажимаем создан первый коммит все отлично. Теперь, когда все закомичено, мы возвращаемся на ветку мастер. Ну, как мы договорились, мы можем, конечно, работать вот через графический интерфейс, но давайте работать через командную строку. пока не будет уверенности. Переключаемся на ветку мастер. Ну, это у нас предупреждение, что ветка опережает на три коммита. Используйте пуш, чтобы опубликовать локальные коммиты. Это мы позже опубликуем. мы это знаем, как делать. Теперь, ребята, когда мы перешли, проверяем, ничего ли мы не запортачили, пока изучали гид, и вы проверьте, то есть, что все у нас запускается. если сервер появился, главную страницу мы еще не делали, почему все работает. Теперь можно это убрать, и больше нам дискуссии здесь не нужны. То есть, мы будем работать с ними ветки. Почему смело берем и удаляем. проверьте обязательно, что вы в ветке мастер. Понятно, что теперь нам надо почистить и в других местах. Открываем. вы это должны знать. Попробуйте запустить. Нод здесь нету. Попробуйте запустить сейчас сервер, а мы с вами стараемся как можно больше получать исключений, и мы видим модуль нод фонтеррор, но модули нейм неймед дискуссианс. То есть, не существует конфиг, все понятно. Значит, понятно, что нам надо зайти в первую очередь куда? Абсолютно верно. Наш настроечный файл, файл настроек, практика джанга, во-первых, в сеттингс. Но в сеттингс мы не... А, ну да. Давайте зайдем, сделаем так, все равно будет исключение потом, это хорошо. Сеттингс и нам надо что сделать? Закомментируем. Мы не удаляем, мы комментируем, мы будем знать, что она есть, пишем комментарий. Нам сразу же среда выдает, что у вас остался патч, мы в курсе, но я хочу эти исключения, чтобы мы получали, потому что, возможно, для некоторых из вас они впервые. ветки блок. Итак, если мы опять попробуем запустить, то сейчас мы тоже получим исключение. Почему? Потому что у нас остался URL. Ну, здесь уже URL конкретно указывает, URL спайлайн 29 и она открылась. Поэтому здесь можно убрать смело, оно нам не надо уже, мы его возвращать не собираемся. это оно нам показывало, поэтому нам надо самим сейчас открыть URL и удалить. Дальше смотрим, ничего лишнего у нас нет. Вроде как. Перезапускаем сервер, смотрим, вроде ничего не должно остаться. Все у нас работает. Теперь нам надо сделать здесь commit. Ctrl-C убираем сервер. И нам надо закоммитить, что у нас есть изменения. Итак, git add добавляем все. git коммит так, так, написали что сами понимали можете по-русски написать как хотите римова диском с об все и комик отлично далее гитры мод и мод режим мастер отправляем ой сейчас секунду я не ту команду набрал бывает у нас уже установлена поэтому get push master проверяем ну даже не стоит проверять но тем не менее зайдите убедитесь открываем и видим что дискуссии здесь уже нет они нам не нужны они будут в другой ветке теперь который мы опубликуем она будет тоже здесь но это вы все знаете мы уже все это проходили возможно и у вас здесь есть исключение давайте наведем посмотрим нам подсказывает что оператор абсолютно верно у нас только один экземпляр поэтому ключик мы убираем ну если патернс здесь пока таки будет нечего нам тут дурить главу так но в принципе первая часть сделана подготовка к формам в следующем видео займемся уже следующей частью